3d режим первое нововведение в данном режиме это улучшение обработки облаков точек работу данной опции я к сожалению вам не смогу показать так как так как панель инструментов которая позволяет обрабатывать облако точек данная панель инструментов была и в автокаде 2013 но здесь просто данных инструментов стало больше значит почему я не смогу показать работу данного инструмента и данной панели инструментов потому что в автокаде отсутствуют инструменты которые позволяют создавать облако точек то есть здесь можно создать облако точек вот смотрите я нажимаю по этому инструменту но автокад запрашивает файлы которые вот типы файлов фару флс фвс Xub, Xub, TXT, ASC и так далее. То есть нужно иметь в этом наличие файлы. И если вы уже раньше работали с облаками точек, то вы без проблем данный инструмент сами посмотрите. А если вам данные облака не нужны, то не стоит туда и лезть. Поэтому для того, чтобы создать облако точек в автокаде, нужно иметь исходные файлы под теми расширениями, о которых я вам только что показывал. А для того, чтобы создать файлы исходных расширений тех, нужна совсем другая программа автокад. У автокада подобные инструменты отсутствуют. Вот поэтому я и не рассматриваю данное улучшение. Но зато я рассмотрю следующее улучшение. А именно динамические карты. Если у вас есть, например, план здания. И вы хотите посмотреть, как он будет соотноситься с реальной картой. То есть с реальным участком. Или посмотреть другие данные. То теперь, начиная с версии автокад 2014, можно выполнять следующее. Вкладка вставка, местоположение, задать местоположение из карты. Для того, чтобы воспользоваться данной функцией, вы должны быть подключены к учетной записи Autodesk 360. Значит, здесь появляется окно «Использовать актуальные картографические данные». Галочку ставить здесь не будем, чтобы оно появлялось и дальше. Да. Появляется новое окно, в котором нам нужно ввести наши координаты расположения участка. Ну, например, пишем сюда «Россия» и через запятую «Москва». «Москва». Если вы знаете более точный адрес, например, улицу, дом, квартиру, то через запятую пишите «Улицу», через запятую пишите «Возможный дом». Так, все. И после того, как здесь полностью адрес прописан, нажимаете «Поиск» на эту кнопочку. Здесь открывается дополнительная область, в которой можно выбрать из списка требуемый адрес. Правда, здесь не очень корректно получается. Так вот, но... Тем не менее, Россия санники какая-то. Так, а если просто Москву? Видимо, Россию не ту, Россию указываем. Так, вот наша Россия, вот округ. Так. Я вручную. Можно, кстати, по карте найти вручную. Так. Вот Москва. Вот Москва. Сейчас мы увеличим. То есть, карта берется из интернета. В интерактивном режиме. Видите, все четко получается. Так. Так, вот, например, я хочу установить вот эту точку. Так. Я выбираю кнопку и нажимаю по нее. Переместить маркер сюда. Устанавливается маркер красненьким. Опять не туда я ушел. Сейчас я выставлю требуемый. Маркер прямо передвигать можно на карте. Двигать. Приближать, удалять. Как с помощью мышки и ролика, так и с помощью кнопок. Вот пусть, например, это будет вот этот участок. Так, все. Отлично. Все. Здесь широта, долгота показана. Здесь уровень. Здесь можно выставлять единицы чертежа. Здесь система координат. Здесь часовой пояс. Так, и все. Все вроде нас устраивает. Точка нас устраивает. Нажимаем далее. И выставляю здесь базовую точку. Первая точка. И допустим, угол 90. После установки угла ждем. Открывается новая панель. Геопозиционирование. Ставится здесь маркер. То есть, у нас в пространстве модели появилась карта. Она выступает в качестве подложки и берется с интернета. Вот наши габариты будущего здания. И мы смотрим, как они будут подходить по площади реальном времени или нет. Точно так же можно соотносить и любые другие объекты. Новая вкладка, как я уже ранее говорил, появилась геопозиционирование, которое позволяет редактировать местоположение из карты. Кстати, я еще вам покажу, что помимо вот этих вот списков, можно создать маркер. Знаете как? Вот так. Просто правой кнопкой мыши нажимаете сюда и перемещаете маркер сюда. Но если маркера нет, то вместо пункта переместить будет надпись установить маркер сюда. И данное, вот когда мы изменили положение маркера, нажимаем далее и все. Указываем точку. Точка та же. Угол тот же. И просто наша карта двигается. Таким вот образом, далее изменение ориентации маркера. То есть, можно угол поменять. То есть, поверачивать саму карту относительно нашего чертежа. Так, можно удалить маркер. Также карту можно делать дорожного типа. Так и смешанную. То есть, в этом случае будет две подложки. Первая подложка, это уже карта со спутника. Вторая подложка, это уже будет дорожный режим карты. Или полностью отключить карту. Также, если вы пользуетесь автокадом с планшета, то у вас будет активна вот эта кнопка, при нажатии по которой на автокаде установится точка с вашим текущим местоположением. У меня данная кнопка не активна, потому что у меня отсутствуют датчики определения, собственно говоря, местоположения. В моем ноутбуке нету по определению GPS. И эта кнопка, отметить положение позволяет. Так, по широте, то есть, нужно указать значение широты. Дальше, вторая кнопка позволяет указать местоположение пользователя. То есть, можно отметить вручную, данный инструмент будет работать, если будет работать общее местоположение. И можно поставить свою точку. Указываю точку и можно подписать ее. Карту давайте включим. И теперь я на примере видео, 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 постараюсь показать реальное применение данной опции. Я зашел на сайт программы Автокад. И вот у меня как раз проектирование нововведения. Я сейчас нажму на Play. Вот, звук уберу. Потому что там все по-английски. Так, тут говорить. Вот, смотрите, вот наш вид сверху. И теперь мы точно спозиционировали наш стадион с реальной картой. Таким образом, мы сразу видим, как он будет размещаться и какие доработки нужны. Вот второй пример. Тоже размещение объектов в соответствии с реальной картой. Конечно, здесь также есть нюансы. Дело в том, что вот раньше у меня был чертеж 3-3-3. Сейчас у меня чертеж 1. Карта достаточно еще сыроватая данная опция. Карта у меня не с первого раза подгрузилась. Сначала я не мог долгое подгрузить время ее. Вынужден из-за этого был ставить уроки на паузу, чтобы запись навелась. Но все же такая опция присутствует. И вы можете указать или сверять ваши объекты с текущими реальными габаритами ваших участков. Для того, чтобы в дальнейшем выполнять проектирование более точно и быстрее. И, соответственно, удалить местоположение можно вот этим инструментом. Да. И карта исчезает. Все исчезает. Маркер исчезает. И все. У нас остается чистый наш чертеж. Вот такие нововведения у нас получились в 2014 версии программы Автокад. Я надеюсь, что данный ряд обзорных видеоуроков вам понравился. Вы также установите данную версию у себя на компьютере. Научитесь пользоваться нововведениями. Внедрите их в свою работу. И будете успешно работать в этой версии программы Автокад.